Сегодня я вам расскажу биографию Константина Пахомова, советского и российского музыканта, певца, бывшего участника самой знаменитой в СССР группы «Ласковый май». Константин родился 13 января 1972 года в Оренбурге в семье Михаила Ивановича и Натальи Ивановны Пахомовых. Вместе с ним рос его младший брат Сергей. Будущий певец посещал музыкальную школу и спортивные секции, занимался бальными танцами, был неравнодушен к творчеству. В восьмом классе Костя написал первую собственную песню «Лето, сказочное лето». Друзьям понравилось, и они посоветовали записать ее в студии при Дворце пионеров промышленного района Оренбурга. В то время студией там руководил Сергей Кузнецов, основатель и композитор «Ласкового мая». Он как раз искал еще одного исполнителя для своих песен, которые не подходили Шатунову как певцу, и предложил пришедшему старшекласснику записать несколько композиций. Костя согласился, и в феврале 1988 года были созданы демозаписи песен «Лето и весна», на которых еще явно можно услышать ломку голоса 16-летнего исполнителя. Тем не менее результат Кузнецова вполне удовлетворил, и записи продолжились. А затем, даже не спрашивая согласия исполнителя, Сергей включил во второй альбом своей группы пять спетых костей композиций «Лето обмануло нас, что ж ты, лето, цветы, желаю счастья, вечер холодной зимы и берег Крыма». На этой пластинке была всего одна песня с вокалом Шатунова, которого не выпускали из интерната в студию. О том, что он вдруг стал солистом «Ласкового мая» Константин узнал через месяц, услышав из окна песни в своем исполнении. После разговора с Кузнецовым Пахомов смирился с тем, что стал участником коллектива. Группа «Синим» дала несколько концертов, крупнейшим из которых стал гала-концерт фестиваля «Русское поле», прошедший в Орске, во дворце спорта «Юбилейный», рассчитанном на пять тысяч мест. Тем не менее на руководителя Константин затаил обиду, постоянно подчеркивая в дальнейшем, что поскольку его мнение о включении в группу никто не спрашивал, то и мнение Кузнецова его в дальнейшем никогда не интересовало, да и песен для него он больше не писал. В конце 1988 «Ласковый май» взял под свое крыло Андрей Разин. Константин Пахомов одним из первых переехал в Москву, став нанятым по устному договору вокалистом. Началась бурная жизнь, съемки, концерты, клипы. С Шатуновым они гастролировали по отдельности друг от друга, но под общей вывеской «Ласковый май». Пахомов отработал более 500 концертов, у него появились свои поклонницы, которые обожали его не меньше Юрия, но коллектив Разина разрывали многочисленные скандалы, и менее чем через год и Кузнецов, и Пахомов из группы ушли. Андрей Разин высказывал свою точку зрения, что Костя стал далек от коллектива, в котором нужно всегда прислушиваться к мнению других, быть человеком команды, потому в итоге он и остался своим неприкаянным, непоколебимым особняком. Костя — человек с большой душой, но он все время входил в конфликт с нашими артистами, не понимая, что все участники «Ласкового май» были сиротами, беспризорниками, любителями свободы. В 2022 году в одной из редких бесед с журналистами вокалист рассказывал, как только продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что набирает еще несколько солистов и планирует выпускать по 9-12 альбомов в год, я сразу сказал, что в этом цирке участвовать не собираюсь, и ушел. Как отмечал музыкант с момента переезда в Москву, он пробыл в коллективе меньше девяти месяцев. В 1989 свет увидел альбом Пахомова «Баллада о любви», записанный годом ранее еще в рамках «Ласкового мая». В него вошли четыре песни Кузнецова, три песни Юрия Гука и одна композиция Виктора Чайки. После ухода из коллектива Константин создал собственную группу «Мы больше не ласковый май» или «Просто не ласковый май» и гастролировал синий. В 1992 году дискография певца пополнилась альбомом «Мне хочется надеяться». Это было совместное творчество Пахомова и гитариста Сергея Маврина. К сожалению, композиции не стали популярны, хотя сам исполнитель подчеркивал, что именно такая музыка ему по душе, а стилистика «Ласкового мая» ему не близка. Творческая биография Пахомова не ограничилась только музыкой. В 1991 году он снялся в картине «Влюбленный манекен». Компанию ему составили Борис Щербаков, Светлана Немоляева, Илья Олейников и другие звезды российского кино. В фильме звучали песни из репертуара Пахомова «Ты, я и море на мотоцикле, люблю». Однако этот опыт стал единственным. Как вспоминает артист, за полгода съемок ему не заплатили ни копейки. Предложения от режиссеров он получал и в дальнейшем, но второй раз рисковать не стал. По словам артиста, с 1993 года он завершил свой не приносивший дохода творческий путь и занялся выживанием. Долгое время об исполнителе не было ничего слышно, известно было лишь, что он вернулся в родной Оренбург. И сейчас на все вопросы о том, чем он занимался почти 30 лет, Пахомов отшучивается, что не занимался только разведением страусов, тем самым подчеркивая, что на вопросы о своей непубличной деятельности отвечать не готов. Тем не менее известно, что с 2006 по 2020 год Константин был зарегистрирован в качестве ИП и занимался полиграфической деятельностью. Только в 2018 году Константин зарегистрировался в социальной сети ВКонтакте и вернулся к общению с поклонниками его творчества. Тем не менее артист продолжает вести закрытый образ жизни, крайне редко дает интервью, не высказывается о личной жизни и не публикует современные фото. Как-то раз экс-солистка «Миража» Светлана Разина поделилась с журналистами воспоминаниями о том, как Константин Пахомов в 90-х добивался ее расположения. Достоверности этому факту добавляла песни Светлана, входившие в репертуар певца. Однако в эфире «Русского радиа» Коломна в 2023 году артист категорически опроверг слова солистки. А песня, написанная Симоном Асяшвили, была посвящена супруге поэта, певице Светлане Лазеревой. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч в следующих видеобиографиях.